А на День города будут более масштабные мероприятия, большее число людей сможет присутствовать, и я думаю, что тогда будет, надеемся на то, что эффект будет более действенный. То есть мы наметили дальнейшие мероприятия несколько на будущее, и это, считаю, самое важное. А вот удается какой-то элемент проповеди осуществлять в процессе? — Разумеется. Во-первых, у Егора в репертуаре помимо былин и лирических песней есть духовные стихи. На концерте мы пели духовные стихи «Плащ Богородицы», «Грешные человечи». Сейчас сразу не вспомню, были еще пару духовных стихов, связанные с евангельскими и библейскими сюжетами. И мы давали комментарии, особенно, когда мы пели на славянском «Плащ Богородицы», например. То есть текст вроде слова похожи, но не помню, что. Поэтому приходится комментировать. А, и еще мы пели духовный стих о Егоре Георгии Победоносце. И все это, естественно, на библейско-христианскую тематику, и все это приходит нужно разъяснять. И это как основа для слова о Боге, о вере. Это, наверное, краеугольная составляющая должна быть, мне думают, нашего современного, любого мероприятия в том числе. А тем паче такого, потому что инструмент старинный, инструмент древний, уходящий корнями в нашу древнюю русскую культуру. А наша древняя русская культура как нельзя теснее связана с православием и верой. Потому что наши предки именно жили по вере, они именно жили в глубоко укорененных традициях православия, церковных традициях. Поэтому нам это все нужно возрождать, приумножать и расширять.